Всем здорова с вами, на этом мы продолжаем проходить свободу или счастье. В предыдущей серии Семёна попросила вот Славя с Леной убраться в библиотеке и с ними сходить. На что Семёна естественно согласился, потому что хрен ли он тут будет лежать, отдыхать. Лучше пусть со всеми будет работать. И в конце плюс ещё там он услышал про библиотекаршу Женю. Уточнять он по ней вопрос не стал и не рискнул. Слишком велика была опасность, что выдам себя с головой. А может стоило бы выдать себя, сорвать наконец все маски и начать играть в открытую? Эй, вы, смотрите, я никакой не пионер, я из 20-го года. А у вас там за воротами невидимое силовое поле? Ну, что на это скажете? Может хватит уже притворяться? Но, разумеется, о подобной дерзости я мог лишь мечтать. На неё мне не хватило бы ни смелости, ни решительности, ни хера. Вместо этого я молча протирал полки с книгами, размышляя о том, что внешне этот лагерь выглядит абсолютно нормальным. В нём всё обыденно и даже очень заурядно. Единственное выбивающееся из общего ряда элемента это было я сам. Во-первых, меня тут в принципе не должно быть вне зависимости от того, какой сейчас год. А во-вторых, та невидимая стена на дороге вероятно существует только для меня. Ну, естественно, лагерь такой поставил купол, чтобы так, чтобы Семён никуда не сбежал, никакого пиздеца не натворил. Внезапно я поймал себя на том, что уже некоторое время протираю одно и то же место на глянцевой крышке библиотекарского стола. Увидела это Славе такая, ну, блин, у него точно беда с башкой. Как выяснилось, Славе тоже это заметил и тихонько хихико и наблюдала за мной. Ай, Семён, ты так дыру стали протрёшь. Точно, задумывайся, со мной такое бывает. Ну, ничего, Славе, потом Семён может в тебе дыру пройти. Ладно, не буду об этом пока что, пока рано об этом. Понимаю, я, когда занята уборкой, тоже не замечаю, как время бежит. Уже несколько раз на обед опаздывала из-за того, что задержалась. То за подметанием площади, то за сортировкой матрасов. Так активно помогаешь вожатой ты, что ли, да? Да, мне в радость, люблю чистоту и порядок, не терплю, когда грязно, да и вообще, работатель тоже люблю. Психона, не подпускайте её ко мне. Да, угадай, вожатая назначила тебя своей помощницей, и теперь за чистоту лагеря отвечаешь ты, ведь так? Да, я теперь могу следить, чтобы везде было чисто, и мне не нужно просить разрешения взять метлу, чтобы подмести на площади или перед клубами. Да, если бы ещё вчера кто-нибудь такое сказал, я бы вполне уверен заявил, что этот человек рофлет. Но в СССР такого понятия очевидно ещё не было. А в глубоких сказках слави при этом словах было столько искренности и восторга, что не поверить ей было очевидно нельзя. Ой, боже мой, да её же спасать надо, в первую очередь от неё самой. С другой стороны, мне бы такая девушка пригодилась в моём-то свинарнике. Ну, мне кажется, что единственный мусор, который бы там был, она бы тебя, скорее всего, выкинула, Семён. Если удастся выбраться из лагеря, да ещё и славю с собой прихватить, да, то будет просто повезло-повезло. Я же просто покажу ей свою берлогу, а всё остальное сделаю таракана в её голове. Будет халябная домработница. Ну, Семён, я бы на это так не рассчитывал, потому что, как я говорил, мне кажется, славя выкинет самый главный организатор всего мусора. А именно тебя выкинет, да и всё. И будет у тебя хата чистая, вот прямо чистейшая, только от тебя она избавится. И что ты находишь такое положение дел нормальном? Какое положение? Как я понимаю, уборка лагеря – общественная обязанность всех пионеров, которую все исполняют поочерёдно, да? А тут ты взяла на себя всё, и если не всё, то явно значительную часть – это уж точно. Так мне же в радость, Сёмушка. И как она меня звала? Сёмушка? Ой, блин, не надо вот придираться. Я типа там какой-то волк, не надо, блин, меня так называть. Я одиночка. Ещё, блин, цитаты какие-нибудь с паблика почитаю, ага. Семён, ты просто хрен в этом лагере, вот запомни мои слова. О, блин, так меня ещё никто не называл. Тебе совсем не хочется вместо этого позагорать на солнышке, пообщаться с подругами или просто погулять. Не, я, в принципе, могу Славю понять, потому что вот по себе могу сказать то, что мне нравится играть в игры, да. Но порой меня просто, блин, вот даже от любимой игры Destiny очень тошнит, и мне просто хочется чего-нибудь поделать, потому что как бы, как будто я не знаю, как будто я просто существую, не живу, и просто ощущать каким-то существующим телом не особо хочется. Так что хочется чего-нибудь, да, учудить. Хочется, конечно, но ты пойми, помогать людям для меня тоже удовольствие. Если я кому-нибудь помогаю тем, что подметаю вместо него аллею и присматриваю за младшим отрядом, то это и мне приятно тоже. Это удивительный человек, это уже через чёрт твоя доброту и злоупотребляет. Ну, это удивительный человек, потому что, блин, если бы кто-то мусорил, и я бы на месте Слави подметал, я бы в него швабру кинул. Вот это сто процентов. Если это действительно так, то ты самый потрясающий человек из всех, кого я бы встречал в жизни. От моих слов девушка смутилась и даже зарумянилась слегка. Ой, ну что ты такое говоришь? Мне просто нравится помогать людям. Я бы мог сказать несколько комплиментов-завесок, но почувствовал, что уже сказанного и так вполне достаточно. Не только для неё, но и для меня и самого. Обычно я так с девушкой не разговариваю. Видимо, это место действует на меня подобным образом. Блин, я надеюсь, что этот лагерь, как говорили создатели моды, перевоспитает Семёна. Потому что я во многих модах, блин, во многих мёдах, да, именно где видел Семёна, он там был, я не знаю, только в самых малых модах я видел то, что Семён был нормальным пацанчиком. До этого он, блин, какой-то, я не знаю, каким-то овощем был то, что не трогайте меня, я хочу полежать, поваляться. То же самое, блин, и про мод Милой в Савёнке. Господи, блядь, был бы я на месте Семёна? Не, мне было бы немного стрёмно, я бы не знал, типа, о чём говорить, но если бы, если бы было бы возможность поговорить с какой-нибудь девчонкой, то я такой, ну, почему бы и нет? Пообщаемся, поговорим, побазарим, всё будет нормально, и не сдохну от инсульта жопы. Всё нормально будет, Семён, так что не переживай. Ладно, клади тряпку ей на место и пойдём. Скоро Женя вернётся, она не любит, когда в библиотеке больше одного человека. Кроме неё самой, конечно же. Хорошо, тогда пошли. А заодно уже тут всё убрали мы вроде бы. Мы вышли из библиотеки, и наши пути тут же разошлись. Славя сослалась на необходимость закончить ещё какие-то дела, вот же неугомонны. И, попрощавшись, умчалась в неизвестном направлении. Я же остался предоставлен самому себе. Ну чё, что сейчас делать будем, а? Поскольку в библиотеке календарь мне на глаза так и не попался, а рыскать его в поисках преславий я не рискнул, у меня оставалось ещё слишком много важных вопросов, на которые нужно дать ответы. Блин, если бы меня попросили охарактеризовать Семёна, да, вот просто в нескольких словах, то просто человек, который ищет ответы, блин. Как некоторые фиосовы, типа, искали смысл жизни. Но, как по мне, смысл жизни это, типа, просто вырасти, да, там, следующее поколение, там, воспитать, чтобы была жизнь лучше, лучше и лучше. А потом в какой-то момент человечество как-то охуять настолько, что миру придётся перезагрузиться. Вот чисто я так думаю. На которые нужно дать ответы. Ну тогда пошли и будем искать твои грёбаные ответы. Ноги сами собой выбили меня к площади, где стояла легенда, на которого, судя по всему, опять накакал голубь. Вот уж действительно, любое место все дороги ведут именно сюда. После того, как мне пришлось изрядно поработать, хотелось немного отдохнуть, и я плюгнулся на ближайшую лавочку. В тени раскатистого клёна. Если сильно не задумываться, а только наблюдать вокруг, теперь действительно очень красив и уютен. Я поймал себя на мысли, что мне начинать здесь нравиться. Мои нестроенные мысли прервал нахальный девочий голос. А, ну да, у кого же может быть голос ещё более нахальным? О, Сёмка, привет! С вечерашнего дня тебя не видела. Куда пропал? Передо мной стала рыжеволосая девушка с двумя стоящими торчком в хвостиками и по-хулигански улыбалась. Как и все прочие, встреченные мною ранее, она вела себя так, будто уже знала меня. Как и прочие, знала она и моё имя, поэтому я уже перестал тут удивляться. А вот что меня действительно в ней удивило, так это её внешний вид. Не, ну чё ты имеешь в виду против-то, а? Ей нравится так ходить. Ну и девчонка любит загорать. На девушке была надета всё та же пионерская форма, но вот рубашка, вместо того, чтобы заправить её под ёбку, как делают все пионерки, рыжая завязала её узлом на груди. В 21 веке такая манера носить летнюю одежду у девушек была вполне обыденной, но вся обстановка вокруг явно указывала, что здесь совсем не 21 век. Я, конечно, ещё точно не выяснил дату и место, но советские пионеры так одеваться не должны. В любом случае, если все предыдущие пионерки, встреченные мною ранее, ничем, кроме причесок, особо и не выделялись, то эта красотка явно решила посоперничать с Виолой за звание секс-символа номер один Савёнки. Хотя, скорее всего, её наряд не было стольким способом привлекать чапароней, сколько демонстрации отношения девушки к лагерным правилам. Эээ, плюёшь на правила, хвалю, совсем обалдела так ходить по лагерю. Классно выглядишь, классно выглядишь, классно выглядишь, но вожатой на глаза в таком виде лучше не попадаться. Девушка горделиво выпила грудь и подмигнула мне. Ха, даже если и попадусь, то что такого? Ну, как бы она тебя отчитает, но... А действительно, чего такого? Я же просто насрать на вожатую. Эээ, допустим, она сделала тебе выговор. Может, даже придумает какое-нибудь наказание. Например, чистить картошку на весь отряд. Оно тебе надо? Пионерка на время задумалась, давай мне возможность вдоволь налюбоваться её плоским животиком. Пожалуй, ты прав, но всё равно я буду так ходить, когда хочется. Я неопределённо пожал плечами, но дело твоё. Воля ваша, мазель пионерка, я это как раз очень даже и не против ради таких видов. Поставив немного нерешительности, девушка наконец-то сказала то, что давно у неё было на языке с самого начала нашей встречи. Хочешь вечером послушать, как я на гитаре играю? При этих словах она незаметно смутилась, ведь её хулиганский флёр куда-то подевался. Она мигом превратилась в милую, чуть не уверенную в себе девочку-подростка. Хорошо, с удовольствием послушаю. Хм, заметано, приходи на сцену к восьми вечера. Ладно, я приду, только не надо этого пафоса. Она, не прощаясь, в припрыжку зашагала в сторону коллег к домикам, оставив меня наедине с моими мыслями. Я не знаю, может под конец мода здесь как-то гарем из Семёна и всех пионерок можно сделать. Я из Семёна сделаю самым главным мачо в этом лагере. Вот тут-то уж не сомневайся, Семён. Ты не будешь отдыхать, не будешь в стороне находиться. Ты будешь всем отвешивать комплименты, говорить, «О, классная форма, классная одежда, классный прикиндончик». Боже мой, сколько времени уходит в никуда. Уже полдня прошло, я ни на шаг не приблизился к разгадке. Надо бы уже перейти к прямым расспросам пионеров. Да, чтобы они тебя запрягли в дурку. Обычно я всегда избегал живого общения. Но тут, к сожалению, не было формов и чатов, на которые можно было зайти под выдуманным никнеймом и спросить о чём угодно и кого угодно. Только живое общение, только с открытым забралом. Как делали наши деды и прадеды, мир праху их, не знавшие радости и анонимного онлайн-общения. Не, я не знаю, я как бы анонимно иногда общался, но мне было всё-таки приятно с кем-то вот так вот пообщаться. Такой, о, как дела, там всё нормально, окей, не робей, не сдыхай, да и всё, будь заебись. Мимо меня стремительно мчался задумчивый пионер с шапкой густых жёлтых волос. Дайте я угадаю, это же электроник, да? Я решил окликнуть его, чтобы поговорить. Привет, я Семён, хотел спросить тебя кое-что о лагере. Блондин остановился и вытручился на меня глупыми глазищами. Ты чего, Семён, решил второй раз познакомиться? Я электроника или просто Сергей, забыл что ли? Ну да, я тут уже всех помнить, должен или типа знать, они меня знают давно. Ладно, в следующий раз учту. Прости, запамятовал. Просто здесь столько новых людей, и уже не припомнишь, с кем успел познакомиться, а с кем ещё нет. А, ну да, я тебя понимаю. Он беззаботно рассмеялся, давай понять, что инцидент исчерпан. Ладно, слушай, я хотел тебя спросить, у тебя в домике есть календарь? Календаря нет. А тебе зачем? Да, просто так. Напрямую задавать вопросы я уже попробовал. Сразу после побуждения в домике. Опыт показал, что меня в лучшем случае считать не в своём уме. Поэтому пока лучше ограничиться осторожными наводящими вопросами. Слушай, а когда меня сюда отправляли, мне никто не удосужился сказать, куда я еду. Как это в мешок, понимаешь, бросили, завязали. Не знаешь, какая это хоть область. Я сам точно не знаю, если честно. Мы где-то на юге. А, ну спасибо, ешь кокосы, жуй бананы, где-то там мы чунга-чанга, да? Спроси Ольге Дмитриевну, она наверняка знает. Ну или скажет, ты чё, совсем бубун? Ну да, ну да, Ольга Дмитриевна, а это какая область? Какая республика? Хотя бы год, скажете? А, ну что-то мне по башке сковородка прилетит, это точно. Я поблагодарил электроника и направился в сторону автобусной остановки. Хотелось снова взглянуть на невидимую стену. Как бы парадоксально это и не звучало. Ой, Семён, если тебя мало пиздюляет стены, то я поздравляю. Иди опять на неё нарвись. Однако добраться до цели я не успел. Дорогу мне преградила девчушка лет четырнадцати, с нереального цвета красно-рыжими волосами, собранными в два огромных хвоста. А куда это ты намылился-то, а? Да никуда, просто гуляю. А тебе-то какое дело? Просто мне кажется, ты сбежать из лагеря надумал. Эта малявка сейчас оказалась весьма не кстати. Как бы так от неё отделаться, чтобы побыстрее? Так, быть вежливой нагрубить. Не-не, грубить мы не будем. Будем, как говорится, с жентльменом. Сударыня, будьте вы так любезны, пойти отсюда нахуй. Вот так вот да любезно я тебе и отвечу. Сбежать? Шутите, извольте, сударыня. Тут кормят, поят, койку в углу дают. Красотища! А разве тебе здесь не нравится? Вообще-то тут весело, только конфет мало давают. И повеселиться не с кем. Все какие-то шибко серьёзные. Прям жуть. Только Алиса меня спасает. Я тоже не очень весёлый, извини. Ладно, пока не поверю на слово. Она подмигнула мне и пулей помчалась дальше. Мне оставалось лишь удивляться. Отсутствие трансионного следа у неё за спиной. Потому что она двинулась прямо как флэш. Я уже снова было повернулся в сторону лагерных ворот. Как меня дёрнул звук горна, призывающих пионеров к обеду. Ну чё, Семён, опять будешь выёбываться то, что... Вот, я не пойду, типа, не буду есть, ага. Сейчас, блин, опять захочешь есть и пойдёшь, как миленький. Тоскливо взглянув на гипсовые статую, торчащие по ту сторону стены, я повернулся и зашагал в направлению к столовой. Вот и молодец, Семён. Пока что у меня никакого респекта к Семёну нету, но, но этот додик уже на стадии перевоспитания. В столовой было совсем немноголюдно. Моё козырное место в углу возле окна ещё было свободно. Его-то я и решил занять, пока была возможность. Надеюсь, в этот раз мне никто не подсядет, да? На обед давали первый и второй. На первый был прозрачный суп, в котором тоскливо плавали крупные кусочки моркови. В роли второго выступала неаппетитного вида макароны с чахлой котлетой. Запивать всё это предлагалось чаем тоже весьма сомнительного качества. Единственной радостью казалась булочка, которая полагалась к чаю, судя по запаху, с повидлом. Стараясь не думать о вкусе похлёбки, я принялся вычёрпывать содержимое тарелки с супом. Мои мысли в этот момент были заняты планированием дальнейших действий. В первую очередь, нужно было всё-таки наведаться в мой домик. Хм, мой домик, надо же, как я заговорил. В домике можно поискать что-нибудь, что даст мне ответы. Может, там всё-таки будет календарь. Да, если он такой будет напевать, я календарь переверну, и вот столовый все опять. И Мику тут сейчас подошла и будет рот свой открывать. Привет, не против, если я сяду? Так, и застыв с поднесённой картоложкой, я уставился на очередную нарушительницу моего спокойствия. Ладно, Семён, будешь ещё тут драматизировать, блин, ты Иван Царевич такой, а? Нарушительницу твоего спокойствия столовую, в общем-то, общее. Так что, так что не выделывайся. Это была невысокая девочка-равительница всем, кого встретила ранее. Если не брать в расчёт, то мелкую ягазу с красными волосами. У неё были невероятно длинные циановые волосы и ярко выраженная полувосточная внешность. Один из родителей точно европейц, а второй явно азиат или японец. Садись, конечно же, место свободно. Девчушка радостно шлёпнулась напротив и уставилась на принесённую ею еду. Что-то выглядит не очень аппетитно. Похоже и на наш японский суп дзагигару, только он какой-то неправильный. Немного над себе сделанный, да? Понимаешь, в газете гару должно быть водоросли, сыр тофу, овощи, конечно же, шарики данго. Ну, знаешь, данго, это такие маленькие лепёшки из текста. Они, ой, блин, из текста и из теста. Они бывают разным составом, но в суп обычно кладут просто чистые шарики из теста, мотти. Я таращился на девушке, не успевшую произнести 2 миллиона слов за 10 секунд. При этом я не понял даже половины из того, что она успела протараторить. Пионерка заметил мой обалденный взгляд и смутилась. Ой, прости, кажется, я опять слишком много говорю. Со мной такое бывает, не обращай внимания, сенечка. Ты кушай, кушай, на меня не отвлекайся. В принципе, ничего страшного, я только спросить хотел. Я сделал паузу, чтобы мягче сформулировать этот дурацкий вопрос, не обидев им девочку. Конечно, конечно, спрашивай, сенечка. Сенечка, боже, куда же я попал? Ты только не обижайся, я тут вроде успел со всеми познакомиться, но вот людей так много, у меня скверное памятное имя. В общем, я запамятовал твоё... А, понимай, понимай, знаешь, когда я только-только приехал сюда из Японии, я тоже долго не могла привыкнуть к русским именам. И постоянно забывала, кого как зовут. Кого-то Хера называл, кого-то Хер Моржовый. Так что это всё нормально. Очень неловко было, особенно в школе, когда нужно было учить инс обратиться. А я не помню, как её зовут. А без этого как обратишься, это верно? Поэтому... Ой, я, кажется, меня опять понесло. Девочка опять очаровательно смутилась и уставилась на меня. Я взглядом подбодрил её. Меня Мику зовут. Правда-правда, это моя настоящая имена. Наполовину японка, наполовину русская. Мой папа, он настоящий русский инженер. Он долго работал в русском посольстве в Токио. И там познакомился с моей мамой. Она рядом в магазине цветов работала. Он каждый день приходил к ней в магазин, покупал у неё цветы, а потом ей же и дарил. Мама очень смущалась, потому что в Японии так не принято. Ой, я опять много говорю, да? Я лобнулся и указал ей на тарелку. Вот тарелка. Вот твой рот. Жри, давай. Давай, кушай свой суп мисо, а то остынет. Блин, я не знаю, я как-то пробовал суп мисо есть. И чё-то мне не особо зашло, чё-то не особо как-то понравилось. Но, как говорится, на вкус и цвет. Но это не суп мисо, он даже не похож. Но ты прав, хватит болтать. После этого за нашим стольком наконец-то высорилась тишина. От которой у меня даже зазвенело в ушах. Настолько разительным был отличие от предыдущих двух минут. Некоторое время мы просто ели молча. Я успел разобраться с правым блюдом. И уже успешно заканчивал второе. Когда у Мику лопнуло терпение и длинноволосую тарелку снова понесло. Синечка, ты ведь понимаешь, что я заведомо музыкальным клубом. Если будет время, обязательно заходи. Я играю почти на любом инструменте. Могу тебя научить, если ты хочешь. Ты в прошлый раз так и не сказал, играешь ли ты на чём-либо. Я раньше занимался игрой на гитаре. Потом, правда, забросил. Но пару аккордов я ещё могу выдать. Если вспомню, как правильно на гриф держать. Ой, здорово. Ну, тогда обязательно загоди ко мне в клуб. А хочешь, после обеда сразу по ко мне пойдём. Может, даже вместе сыграть. А ты в клубе совсем одна, что ли? Весёлая девочка саму малость погрустнела. Да, никто почему-то музыкой не интересуется. Только Алиса иногда заходит ко мне. Но она только свой рок играет на гитаре. И больше ничего. Рук, это, конечно, тоже хорошо. Но что же на нём одном зацикливаться? Ведь столько прекрасных музыкальных стилей, которые можно сыграть. Она продолжала трактеть, как заведённая. В её словах было что-то про Алису, про Лену. Мудрую, но строгую Ольгу Дмитриевну. Я не особо к её словам прислушивался. Так что, Сенечка, идём в клуб? Наконец-то её поток сознания сформировался в чётко поставленный вопрос, на который нужно было дать и внятный ответ. Мику, девочка весьма маловидная, нужно признать. Да и музыку я люблю. Но вот это её болтовня, это же просто удавиться можно. Так, ну в принципе, я как говорил, то, что Семён у нас без дела сидеть не будет, так что пойдём с ней в клуб, как говорится. Музыкальный клуб, новая локация, в которой я ещё пока что не бывал. Как вариант для разведки, вполне сгодится. Правда, меня несколько смущало многословие Мику, но если пропускать её словами мимо ушей и принять расчёт, что она очень даже симпатичная девочка, то её компания будет вполне приятной, даже если не сказать больше. Хорошо, давай пойдём в музыкальный клуб. Мику радостно заулыбалась, словно я согласился подарить ей собственный остров с яхтой, или как минимум взять её замуж. Ты так говоришь, что умеешь играть на гитаре, здорово, а какой, только на акустике или на электронной тоже можешь. Мику, ты бы сначала доела свои макароны, а потом мы уже поговорим. Ну что ж, я думаю, то, что на этом мы как раз приостановимся, и продолжим уже идти с Мику в клуб в следующей серии. Так что вот такая вот серия получилась, не знаю, короткая или не короткая, или нормальная по продолжительности, но продолжим уже в следующей серии. А на этом пока что всё. С вами был Натя. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по данной игре, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями, и всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока! Пока!